Не заставаться обаяковыми до проблем людей. Сегодня в Петрикове наместник премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник провел особистый прием граждан. На этот раз в центре уваги были три питания. Чтобы выслухать мясовых жихаров, потребовалось година. Но решение огученных вопросов потребует серьезной работы многих ведомств. Марина Джалая с подробностями. Первыми на прием пришли жихарки в улице Коммунальная. Они живут в 16-кваторном доме, не обсталованном системе оттепления. Они используются пять шима. Сейчас возник выбор – газификовать дом или электрификовать. Первый способ – больше худки, но все выдатки лежат на плечи жильцов. А это – немалые гроши. И не факт, что все жихары дома дадут сгоду. Другий шлях – электрификация. Это бесплатно. Все сделают за сроки Гомель Энерго, но процесс может занять полный час. На распроцовку и реализацию проекта может потребоваться около пяти месяцев, а то и больше. Такое меркование выказывали специалисты, которые присутствовали на приеме. Владимир Творник дорушил сустреца с жихарами еще раз. Доведаться, за какой способ яны у Коншаткова вынеку выкажутся и поскорить работы. Альбо по газификации, альбо по электрификации. В первую очередь, конечно, граждане должны определиться, какой вариант они для себя выбирают. Либо электрификация, которая более безопасна и надежна, так скажем. Либо вопрос газификации, который, с одной стороны, дороже, с другой стороны, все-таки не так безопасен. Потому что это газ, может, ну, всевозможные произойти нюансы и обслуживание оборудования достаточно, так скажем, сложнее. Наступное пытание точилось асфальтование в улице Липкнехта. Ее жихарки пришли с такой просьбой, бо в улице заявляется проезжей. По раннейших заворотах обязали асфальтовать ее только Часткова. Наместник премьер-министра Владимир Дворник выказался за проведение у належный стан в улице на усе ее протяглости. А выйдутся работы без улику канализации, прикладно у 270 тысяч рублей. И опошнее пытание, которое было разложено подчас приему, об переносе помника Ленину сплошься у парк. Жихар Петрикова Алексей Каюкола, який огуршую такую пропонову, аргументовав ее наступным чином. У парка есть аллея с помниками и старышным особом. Там же проводятся все основные культурные мероприемства. И дополнить композицию фигурой проведера пролетариату по мерковании авторазвороту было б вельми органично. Дед Талаш – это легенда нашего района, и аллея славы, и аллея воинов-афганцам, памятники все это, так сказать, будет правильнее. Это мнение не только мое, это высказывает предковчане, с кем приходилось беседовать. Старшее поколение, молодое поколение, чтобы была историческая важность в городском парке. После обмеркования было выражено помник покинуть на раннейшем месте. Бо знаемство с городом начинается с его центра. А бодай, что основный символ этого места миновито помник Ленину. Алексей Каюкола с этим сгадился, и пытание таким чином было выражено.